Я уже вчера лег и продолжал все думать. Мы назвали так, во свете Библии, жития святых. А можно назвать жития святых во свете Библии, переставить местами. Какой вариант лучше, я никак не пойму пока. Хорош что-то другой. Лучше второй вариант, я уже над этим думал. На первое место жития святых поставить? Да. Ну да, значит, пока у нас их мало, три, я их переименую тогда, которые уже вошли. Я их могу переименовать или вы будете переименовывать? Я сам переименую. Их три. К вечеру, сегодня, я их уже обработал. Вы посмотрите, любой вот сейчас откройте. Я там сделал заставку и правильно написал уже, жития святых. Хорошо. Я посмотрю. Значит, сегодня, если Господь благословит, Третьяков Игорь договорились с Володей, пораньше с работы кончат, и с пяти часов мы начнем делать запись. А я продолжаю подготавливать там. У меня только третья часть обработана. Это большие материалы. Большие и неповторимые. Никто у нас, конкурентов нету. Хорошие мы или плохие, просто нету. И даже гипотетически не может быть. Никто этим заниматься не будет, и это им не по плечу. Это все надо жития иметь, и с каждого жития по тематике выжить. Да еще разбавить священным писанием. Тут ни Осипов, ни никто из них не потянет. Да им это и не надо, зачем? Я уже оценил работы титанические. Там и писанины столько, и вообще. Да. И вот теперь мы... Вот это третье уже полностью посвященное молитве. Как молились святые. Ну, если для не специалиста, ну, для неверующих, имею в виду, для него это скучная тема. Я хотел сказать. Мне прервать ее и приступить к другим, а к этим молитвам потом вернуться. Или по порядку, как идет, так и закончить. Еще один ролик сделать, как молились святые в разных обстоятельствах. Как православным надо научиться молиться. Что мне лучше сделать? Потому что там 46. Ну, правильно. Вот так и продолжить теперь. По порядку вести? Да. А то я думал, ну, как бы не стало скучно перервать. Хорошо. Четвертый ролик, пятый будут. Это, видимо, молитва. Все-таки огромный материал. Никто этого не знает. Вот задайте вопрос любому. Как молились святые в житиях святых? Ну, и все. Вопрос завис. А здесь по порядку из всех 1173 я выжил, и одни молитвы идут. Тогда мы... А дальше пойдут вопросы просто прожигающие на сегодняшнюю обстановку. Природолочь что-то. Говорите дальше. Я говорю по названию. Значит, мы договорились. На первом месте жития святых. Это и так, чтобы теперь и были. Во свете Библии. Я думал, слово открытым оком тогда не надо. Это длинно, она не входит туда. Это и так понятно. Далее. Я не... Программа такая идет. Точно по седьмому и восьмому тому. Открытым оком идет. Мне это легче. Никакой путаницы нет. И я их сейчас обрабатываю. Я два стихотворения прочитал и не стал. Там попадется еще по сторонам несколько стихотворений. Может, прочитаю. Там Волошина. Такие сильные. Геннадий Ильич, лучше не надо. Не разбавляйте. Хорошо. Не нужно никого не ставить. Хорошо. Я тогда это просто уберу и откину. Потому что меня это время отнимает. Я разбиваю на куплет. Оно все стянуто. Ну, так смотрится. Крупно разные шрифты. Ну, если Юля привезет, то она будет читать, вопрос задавать. Я их потренировал вчера. Ты говори так, чтобы как будто ты сама задаешь. Ну, она попробовала. Не очень получилось. Ну, все-таки получилось. Ну, еще. Я сейчас делаю с этим с канонами. Володя меня заснимет. И я вам отправляю. Так, помолиться. Не, мне, а то вы в Володе. Володе отдайте, а я у него уже скачаю. Да, еще просьба. Сегодня четверг. И, видимо, что-то у нас тут какая-то почта придется в Новосибирск. У нас из-за этой фотографии, это наша, неделя пропала. У нас еще не критическая, но уже поджимает. Если они сегодня отдадут, ну, если шенгенское открыто, мы сегодня, должен я вызвать теперь Виктора и этого Петеримова, не Савченко-то, и в английское посольство скидывать все документы, какие есть. Что перевели там, и тогда можно будет ожидать чего-то. Две недели у них минимум, там, три недели, ну, это тоже еще не критически. Если мы получим даже к самому маю, то все будет ладно тогда. Дальше мы начнем паковать, нанимать фуры. Место, куда отправлять книги, это четыре тонны почти литературы. У нас тут тогда по другому направлению пойдет работа. Ну, вот, что вначале мы по житиям, это вовремя, иначе неизвестно. Мы вернемся, не вернемся, так и засохнет этот материал. А материал это тематический. Там жития святых, где насчитанная симфония, они считают, как бы, ну, считают, есть и есть. А здесь другое, ролик, и конкретно по сегодняшнему дню, по сегодняшним монастырям. Я был в Грузии, у них только монастыри, монастыри, даже слышать не знают еще. Я стою в алтаре, он меня отец на ум зазвал, а там маленький рост, там такой священник помогает, и вот все время даже не крестится, и вот это, я говорю, а что с ним такое-то? Видно, что-то, как говорят, неадекватно. Да он, говорит, в монастыре, что ли, был. Они делают их больными людьми. Вот этими послушаниями своими, они измордовывают душу буквально. С ним не говорить ничего нельзя, он просто бумажку берет, просчитал, и опять как мумия делается мертвой. Это никто не исследует, не смотрит, вот этим послушанием. Они или уходят оттуда тогда, или врагами делаются, когда уходят, или просто он там стоит, и больше ничего не надо. Я по житиям знаю, они их делают совершенно безмозглыми. Ему ни разу не нужен еще, то есть издеваются, как хотят. Я это тоже там упомяну, где-то возьму. Из уставов, у меня уставы, самые знаменитые монастыри, как Пахомия, Таманисийские, другие монастыри. Никто не знает. Никто. Я когда начинаю говорить, вы откуда берете? Я говорю, уставы. Ну вы слышали Пахомию, ну-ка, знаменитый монастырь? А уставы его считал? Нет. Ну а что ж ты знаешь-то, ты ничего и не знаешь. Самое главное устав, по которому они жили. У них перед каждыми дверями в монастыре три пальмы даже были расти. И на каждой висят плети, плети, пороть. Одни для тех, которых поймали, их там до полусмерти запарывают. Другие для своих монахов. И третья, для которой приходят клиенты, родственники, родственники, где что нарушат, их под плети. Вот какая обстановка-то. Они, передачки ему нельзя получить. То есть это сложнее, чем в ГУЛАГе. Намного. Ну, Игорь Ильич, а вот по мощам планируете, куда, когда говорить по мощам, вот вообще собрание такое делать? Видимо, там будут говорить. У нас записано много. Просто открывать надо. Я проверю тогда, есть они у меня там или нет. Я прошел третью часть. Я днем сижу, готовлю вот это. Размер даю, название. И сокращенное, которое название дописываю. А то ВЕЛ, кто знает ВЕЛ, ВЕЛИКИ, я дописываю. Или там еще какое-то слово. Много приходится. А ничего не добавляю, только расшифровываю сокращенное. Ну, еще, если я не нужен, значит, сегодня день у нас по визе будет. Помяни, там будешь молиться. Березовый сок привезли, я бы тебе дал, но прольется далеко. Он для почек очень хороший сок. У вас там никто не берет березовый сок-то? Нету. А я его брал флягами, флягами полными. У нас же березовые рощи вокруг, березовые колки. Это один из самых лучших лекарственных аппаратов природных. Ничего не надо. Ну, меду маленько добавь и подогрей, все. Мы его пьем, я как-то, один раз были, мы за день выпили по 10 литров. Литров по 10. Мы о нем и квасы варят, там и сусло, и супы все варят. Ну, у меня получилось, что вчера прислали баночку одну. Ну, что? Ну, все, в общем, я на месте, если что-то... Да, я Володе скину, и Володя вам передаст этот ролик. Мы сейчас его... Я проверю. Пишите, в этом скайпе пишите. Не в мейлеру, а в скайпе. Пописать здесь в скайпе. Понятно.